Всем привет! Я Ира, или гид в шляпе. Для тех, кто спрашивает постоянно, где же моя шляпа, неважно, есть она у меня в выпуске или нет, или в какой-нибудь конфигурации, сегодня покажу. Вот. Вот моя шляпа. Поэтому этот вопрос нужно считать закрытым. Сегодня речь пойдет о культовых сооружениях. Ни для кого не секрет, что город Петербург – это город всех религий. Если быть точной, здесь насчитывается 268 разнообразных конфессий. Естественно, у каждой из них, так или иначе, должен быть свой храм или храмы для того, чтобы молиться. И не только. Ну и помимо таких приметных доминант, как Исааки или Спас, которые, кстати, музеи и действующими соборами сейчас не являются, или, скажем, Казанский, мимо которого не пройти, а он более чем действующий, и, естественно, сооружений культа для каждой религии здесь в достатке. Между прочим, у нас в Петербурге хранятся мощи троих святых – Александра Невского, Ксении Петербургской и Иоанна Кронштадтского. Но храмов в Петербурге могло бы быть гораздо больше, если бы часть из них в свое время не разрушили. И вот сегодня я бы хотела вам рассказать буквально о нескольких разрушенных храмах Петербурга, которых, к сожалению, с нами больше нет. На самом деле, сколько их было таких? Ну, очень много. Десятки. А часовен и того больше. Но я остановлюсь сегодня лишь на нескольких, потому что обо всех рассказать просто не представляется возможным. Итак, первым в моем списке – Спас Насенной. Правильно храм назывался так – Церковь Успения Пресвятой Богородицы. И он поначалу был церковью, а позже стал собором. И был построен в стиле позднего барокко. Купцы, которые торговали Насенной, очень долгое время просили городские власти разрешить им построить на этом месте, рядом с работой, как говорится, свой храм. Какое-то время им не разрешали этого сделать, но в итоге разрешение было получено. И они купили готовую деревянную церковь на Выборгской стороне и ее перевезли сюда Насенную. Несколько позже храм перестраивают уже в камне. И исследователи спорят, кто был автором этого проекта. Кто-то говорит Квасов, кто-то Растрелли. Этот храм за историю своего существования неоднократно перестраивался. Он был достаточно крупным и таким центром религиозной жизни этого района – Коломны, Сенной площади. Поскольку и сама Сенная являлась своего рода центром. Не то чтобы центром города, но центром жизни. Торговой, пересечения путей, что здесь только не происходило. Поэтому прихожан в храме было много. Он был достаточно богат. Разнообразные церковные утвари, другие ценности. В общем, было тут много всего хорошего. Понятное дело, что после революции храм сильно пострадал и часть ценностей, большая часть была утрачена. Но почти до Великой Отечественной войны он продолжал свою работу. Замечу, что в 30-е, когда большинство храмов разрушалось, так сказать, в первую антирелигиозную кампанию, храм не пострадал. Он продолжал работу. Но ему не повезло в другую антирелигиозную кампанию. В 1961 году его взорвали. При этом предварительно разобрали кровлю, потому что она была сделана из ценной меди с позолотой. Теперь на этом месте вестибюль станции метро «Сенная площадь». И небольшая часовня, построенная в память о том, что когда-то здесь находился собор с пасно-сенной. Кстати, в советское время и площадь, и станция метро назывались площадью мира. Но самое интересное, что приблизительно с 70-х годов ведутся разговоры о том, что храм хотят восстановить. Есть даже проект по восстановлению пасно-сенной. В 2011 году этот проект получил новую жизнь. Здесь стали проводить раскопки, вскрыли асфальт и обнаружили фундамент церкви, который чудом сохранился. Более того, и проектировщики, и архитекторы были в восторге, когда обнаружили там не только остатки фундамента, но еще и алтарную основу и запечатанный вход в крипту собора. Поэтому фундамент с пасно-сенной признали объектом культурного наследия. Здесь запрещено вести какие-либо работы, кроме как благоустройство территории, ну и возрождение, собственно, самого храма. Хороший вопрос, смогут ли это сделать когда-нибудь, потому что как раз на этом месте сейчас находится вестибюль станции метро. Знаете ли вы, что у нас в городе есть греческая площадь? А на ней когда-то находилась греческая церковь. Город Петербург изначально многонациональный. Да-да, я капитан очевидность. И с самого основания города здесь проживали в том числе греки. Но община не была столь многочисленна, как некоторые другие. Проживали греки преимущественно в районе современной миллионной улицы, поскольку большинство из них работало на верфях Адмиралтейства, в общем-то, рядом с работой. Но в 1730-х годах горит, последовательно, морская слобода, район современных конюшенных улиц и, соответственно, миллионные улицы тоже, потому что в этом районе города вокруг Адмиралтейства в то время застройка была сплошь деревянной. И все это задорно сгорело. Поэтому грекам выделили новую территорию для проживания для их слободы в районе Песков, рядышком с Лиговским каналом, который теперь у нас Лиговский проспект. Конечно же, им также требовался свой собственный храм. И вот в конце 18 века были попытки построить каменный храм Святой Екатерины специально для греческой диаспоры, но как-то не увенчалась успехом в то время. Эта инициатива грекам выделили предел в Казанском соборе для, собственно, молитв. Ситуация изменилась после Крымской войны. Греков в городе стало в разы больше и стало понятно, что им отдельный храм просто необходим. Поэтому в 1861 году заложили, соответственно, этот храм и построили его в неовизантийском стиле. Вмещал он тысячу человек. Ну, здесь как посмотреть по объему? Тысяча человек не так уж и мало, если сравнить с Акием, там по разным подсчетам обещается от 11 до 14 тысяч. То есть, конечно, это были не такие объемы, но все равно церковь была не маленькая. По стилю она напоминала храмы 6-9 веков и отсылкой была к Софии в Константинополе. Закрыли храм в 1938 году, а в Великую Отечественную войну в него попала бомба. Пробила крышу, попала внутрь, но не взорвалась. И какое-то время она там лежала, собор был огорожен, приходил в упадок постепенно. А уже позже, в 1962 году, принимают решение снести этот храм под предлогом малохудожественный. И сносят. И практически сразу на этом месте начали строить БКЗ Октябрьский. Можете почитать, у Иосифа Бродского есть строки, в которых он описывает как раз-таки момент сноса греческой церкви в Ленинграде. Церковь Бориса и Глеба находилась она на Калашниковской набережной, которая теперь у нас называется Синопской. И если спас на крови был построен на месте смертельного ранения императора Александра II, то есть в память о нем, то Борисоглебская церковь была построена по другой причине, напротив, во имя счастливого спасения императора во время покушения. Этот случай произошел в 1866 году, стрелял в императора Дмитрий Каракоза возле Летнего сада. Неудачно, естественно. Это был первый террористический акт в истории России. И тогда инициаторами постройки выступили купцы, но выделили место не возле Летнего сада, естественно, а в другой части, вот на современной Синопской набережной. По стилю это было смешение русского и романского. Проработал до 1934 года. Затем его закрыли, перестроили и стали использовать утилитарно. Внутри какое-то время находился завод по производству комбикорма. Ну а окончательно снесли в 1975 году. Теперь на этом месте проезжая часть Синопской набережной и автостоянка. Еще один снесенный храм в Петербурге это Введенский храм Лейбгвардии Семеновского полка. Поскольку город Петербург с момента его основания, в том числе и военный, то здесь в разных частях города стояли разнообразные военные полки. И, естественно, каждому полку нужен был свой полковой храм, собственный, для молитв. И вот этот Введенский собор был построен специально для семеновцев по приказу Николая Первого. Автором проекта являлся Константин Тон и это самая крупная его работа в Санкт-Петербурге. Ну, все мы прекрасно знаем, где у нас в городе стоял Семеновский полк. И сейчас многие горожане эту часть города называют семенцами. Но этому полку с соборами вечно не везло. Очень часто то, что строили, потом довольно быстро приходилось носить. Например, для них специально была построена деревянная церковь, которую пришлось нести из-за сооружения царско-сельской железной дороги. Но и Николай Первый, чтобы не обидеть семеновцев, приказал построить для них, соответственно, каменный храм уже в другом месте. Хоть у этого прекрасного сооружения в русско-византийском стиле был статус исторического памятника архитектуры, тем не менее, в 1933 году его снесли. А современный адрес, где стоял храм, это Загородный проспект 45, буквально перед Витебским вокзалом. Ходят слухи, что храм хотят восстановить. Но, опять же, случится ли это? Большой вопрос. Когда-то в нашем городе была церковь Рождества Христова на песках. Или Христорождественская, без разницы. Построили ее в 18 веке по проекту Якурова в классическом стиле на пересечении современной Шестой Советской и Красноборского переулка. Сначала храм был деревянным, затем его перестраивают в камни. И именно от названия этого храма произошли названия здешних улиц Рождественские, которые теперь у нас известны как Советские. Кстати, этот храм по конструкции напоминал, ну, по стилю, собственно, главный собор Александра Невской лавры, Троицкий. Снесли по классике, в 1934 году на этом месте разбили сквер. А теперь к хорошим новостям. Именно его недавно восстановили. Работы еще продолжаются, но к 2020 году полностью завершили весь конструктив, использовав исторический фундамент. В Малой Коломне когда-то находилась церковь Воскресения Христова и Михаила Архангела. Она находилась на площади Воскресенской, которая теперь у нас называется площадью Кулибина. Построена она была по двум причинам. Во-первых, у Николая I в то время родился сын Михаил, а во-вторых, в память о счастливом избавлении от эпидемии холеры 1831 года. Этот храм был построен в классическом стиле двумя архитекторами, но многие исследователи называют, что все-таки стиль не классический, а русско-византийский. И он был в свое время одним из самых посещаемых в городе. Проект был сложный, на сваях, потому что построен он был на территории бывшего так называемого Козьего болота. Разрушили его советские власти в 1932 году. Это вызвало бурю эмоций у прихожан, у местных жителей. Они протестовали, но кто их в то время слушал вообще-то. Теперь на этом месте стоит поклонный крест, разбит Воскресенский сквер, а некоторые иконы и утварь из этого храма хранятся в русском музее. Там их можно увидеть. Мирониевская церковь. Еще один пример полкового храма, который был построен для егерского полка. Его также сконструировал Константин Тон в русско-византийском стиле. А как выбирали место для строительства? Это интересно. Есть такая городская легенда. Старожилы нашего прихода упорно рассказывают следующую легенду. Побудившую императора Николая I выбрать означенное место для построения храма. В конце 40-х годов государь делал смотр полку и приказал выстроиться последнему для встречи на Рузовской улице. В назначенный день полк выстроился и ждал прибытия государя. Встречать вышло и полковое духовенство с крестом и водою, ожидавшее его на месте нынешней церкви. По приезде государь подошел к нашему священнику, желая приложиться к кресту. В страхе, следя за приближением государя, священник выпустил крест из рук и он упал к ногам царя. Император поднял его, поцеловал и сказал, это знамение свыше здесь должен быть храм. Построили его также на деньги, которые выделил Николай I. И за время существования храм неоднократно перестраивался. Примечательно то, что в 1914 году здесь решили сделать склеп специально для захоронения героев Первой мировой войны, что в общем-то и было сделано. В 1930 году храм закрыли и какое-то время здесь функционировал склад. Разрушили его в 1934 году и никаких перезахоронений делать не стали. Позже на этом месте был пустырь, потом автомойка, шиномонтаж. И уже в наше время проводили раскопки и нашли здесь остатки фундамента, остатки стен и колонн и даже человеческие кости, что в общем-то неудивительно. Поэтому место признали объектом культурного наследия и здесь запрещено что-либо строить. Опять же, правительство Петербурга вынесло рекомендацию о том, что храм желательно бы восстановить. Но, опять-таки, осуществлят это или нет, вопрос открытый. На Знаменской площади, которая у нас теперь площадь восстания, когда-то стояла Знаменская церковь. И на ее месте теперь также находится вестибюль станции метро, который в народе называют шайбой. Другое ее название – церковь во имя входа Господня в Иерусалим. Кстати, проект этот принадлежал Демирцову и церковь соорудили в конце XVIII века. И когда-то здесь в Знаменске было все – и церковь, и площадь, и улица, которая теперь улица восстания, и даже мост назывался Знаменским, который был рядом переброшен через Ликовский канал. Разобрали церковь в 1941 году именно специально, потому что стали строить метро. Но началась война, блокада, и строительство метро пришлось приостановить, законсервировать, скажем так. А уже возобновили после окончания войны. И вот в 1955 году здесь открыли вестибюль станции метро, первой, собственно, красной ветки. И сейчас здесь висит мемориальная доска, которая говорит о том, что когда-то на этом месте стояла Знаменская церковь. Тоже очень сомнительно, что когда-нибудь ее восстановят. И снова полковая – Благовещенская церковь Коногвардейского полка. Недалеко от соответствующих казарм находился храм, который теперь… Теперь это современная площадь труда. И там пустое место, в общем-то, на месте, где стояла церковь. Внутри, кроме росписей и красивых икон, когда-то были мундиры Александра I и Николая I, они там хранились, поскольку они были шефами этого Коногвардейского полка. Ну, а конструировал церковь также Константин Тон в русско-византийском стиле. Помимо прочего, здесь висели бронзовые доски, на которых перечислены были павшие в боях при Аустерлице и Бородине. Ну, и некоторых генералов хранили, которые прославились во время войны 1812 года. Но, к сожалению, печальная участь постигла и этот храм. Его разрушили в 1929 году под предлогом, что как будто он мешает трамвайному движению. Но если от других церквей у нас остался хотя бы фундамент, то от этой не осталось вообще ничего, потому что позже здесь соорудили подземный переход, и для этого пришлось удалить остатки и фундамента, и Некрополь, и подземный пещерный храм, который здесь когда-то был. Ну, и завершает мой топчик церковь Покрова при Святой Богородице в Большой Коломне. Сегодня площадь, на которой стояла церковь, называется площадью Тургенева, а когда-то она была Покровской. Построена она была по проекту Стасова в классическом стиле, и это была последняя работа этого архитектора в городе. Была она достаточно крупной, помещала тысячу человек и очень посещаемой. Для этой части города она являлась такой доминантой. И хоть храм этот и снесли, он весьма знаменит до сих пор, благодаря тому, что какое-то время прихожанином этой церкви являлся Александр Сергеевич Пушкин. Он в то время просто жил с родителями на набережной Фонтанки неподалеку. Ну и, соответственно, часто сюда ходил. Он упоминает церковь в своей поэме «Домик в Коломне». «По воскресеньям, летом и зимою, вдова ходила с нею к покрову и становилась я перед толпою, укрылась она лево. Я живу, теперь не там, но верную мечтою люблю летать, заснувши на его, в Коломну к покрову и в воскресенье там слушать русское богослужение». Это был своеобразный центр жизни Коломны, поскольку здесь, кроме сугубо храма, находилось много еще важных организаций. Женская богодельня, два детских приюта, детский санаторий, естественно, приходская школа и даже бесплатная столовая. Храм закрыли, в 32-м, в 36-м снесли, но фундамент сохранился и это место также является объектом культурного наследия. Ну что ж, вот топ-10 снесенных храмов Петербурга, которые могли бы быть с нами, но их, к сожалению, с нами больше нет и будут ли большой вопрос, но со исключением одного. На сегодня у меня все, с вами была Ира Гид в шляпе. Если хотите индивидуальную экскурсию погулять по городу, пишите, мои контакты находятся в описании к этому видео. Будет еще много интересных историй. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok